всем привет дорогие друзья мы находимся на заброшенной туристической базе построена еще в семидесятых годах меня зовут настя макарская это канал настя токи и сегодня я вам буду показывать эту заброшенную туристическую базу находимся мы в беларуси на озере нарочь вот там вот у нас находится озеро замечательно очень красивое место сейчас это санаторий на рачанка но саму туристическую базу сам сами вот эти домики они заброшены они уже все в аварийном состоянии и их не сносят немножко расскажу про законодательство вообще в беларуси и про отношения белару беларусов к вот таким вот местам дело в том что если в россии еще других странах все это взламывается все это вероломно выносится то здесь такого у нас беларуси нет у нас все кому-то принадлежит даже если это очень старая ветхая и никому абсолютно не нужно и так вот здесь находятся такие домики в 70-х годах 80-х здесь жили люди вот этот дом он уже совсем покосился туда мы даже с вами не пойдем очень видно что здесь все покосилась то есть там уже совсем совсем аварийное состояние заходить туда нельзя около 19 20 домиков находится здесь по две стороны ну и сейчас мы с вами посмотрим можно ли вообще туда зайти все домики заколочены насколько я знаю сносить их никто не хочет потому что сносить это тоже деньги ну вот и так вот они стоят здесь одиноко в лесу никто уже здесь не живет более десяти лет никому они не нужны вот постараемся с вами заглянуть в окошки первый дом нас вот такой я уже заглянула здесь невозможно вообще зайти никак идем с вами вот к этому домику видите то есть уже даже ступенечки проваливаются люблю я сама такие видео о заброшках здесь видите старый окна тоже заколочены чтобы люди не имели возможности что-то видеть вот это окно вообще выбито кто-то видимо туда уже лазил сейчас пройдем посмотрим что у нас в этом домике это домик у нас тоже на замочке туда не зайдешь конечно все домики абсолютно находится на замках некоторые даже просто вот видите они просто закрыты с внутренней стороны и их никак не открою вам покажу комнату классно видно видите что осталось из мебели матрас вот такая советская полка стол стул так что в том углу у нас находится так видно нет вот так вот какая-то кровать перевернутая вот здесь также и заброшенные туалеты старые вот они здесь находятся даже заходить туда страшно два вот таких туалета и вот такие м же уже более такие современные так скажем годов наверно 80-85 постройки вот такие типа душевые и туалеты для тех кто живет таких домиках потому что в домиках естественно нет никаких ни туалетов ни душевых ничего вот еще лет десять назад когда-то я хотела приехать в один из таких вот туристических баз белоруссии мы приехали чтобы заселиться мы посмотрели что состояние домиков ужасное все совдеповская советской просто даже не остались вообще не на один день сразу же уехали потому что в таком я считаю что состояние вообще базы продаваться вообще не должны смотрим что внутри вот видите кстати печка есть и топится то есть домик вот дальше у нас полка старая вот видите такие обои там посмотрим с этой стороны вот так вот видите вот так вот все выглядит комнаты такие надеюсь что вам видно вот эта печка но видите пол уже рассыхается весь пол рассыхается но видите мебель даже есть здесь так понимаю раньше была какая-то площадка детская нет волейбольная площадка видите кресло такое сверху это была волейбольная площадка раньше когда-то советские годы а вот что это за здание я пока понять не могу там есть дырка поэтому мы с вами зайдем посмотрим аккуратненько проходим чтоб нас никто не заметил кстати даже ягодки еще есть 20 сентября у нас 25 градусов беларусь так так что это за домики я даже не могу понять что это такое они все отмечены 22 в них есть вот такие дырки здесь вообще конечно очень страшно все разрушены мусор страшно туда идти ребят я даже не знаю что там страшно здесь какая-то комната вся исписанная смотрите даже не знаю это видимо еще одни какие-то домики были более еще старых построек вот такая мебель все исписано на тусик и рена кошмар очень страшно я с фонарем видимо эти домики это еще более старые постройки которые жили наверное только летом потому что они вообще без отопления они вообще без всего просто голые комнаты с мебелью это конечно кошмар потому что очень холодно я представляю насколько холодно здесь жить пройдемся с вами еще посмотрим еще какую-нибудь комнату кстати вот по моему открытая комната стрёмно ходить кажется что кто-нибудь выбежит просто с этих домиков потому что тут явно может кто-то жить честно мне страшно потому что все таки я девочка я не мальчик ходить по заброшкам такое не девчачье дело не дело девочки в юбке ой мамочки так мне всегда кажется что такие домах живут какие-то маньяки просто кошмар опять проваливаются уже все смотрите какая комната потолок весь вот такой 70-х годов конечно тут мусор кто-то тут уже видимо бухал матрасы валяются кошмар кошмар это реально очень такое зрелище я всегда когда смотрю какие-то заброшки мне всегда страшно и жалко за то что пропадают если за ними конечно следить было бы все замечательно есть еще одна комната аварийная все настолько аварийное состояние видите в таких комнатках жили по два человека здесь стояло две кровати и один шкаф вот в летнее время я думаю что люди здесь когда-то в 70-е 80-е годы здесь жили окна выбиты здесь какие-то даже еще лампочки остатки лампочек ой как жалко конечно как жалко что все это уже пришло в некую негодность ну что давайте еще сходим вот тут посмотрим что у нас там какие-то отголоски конечно отголоски советского союза всегда я не застала это время потому что я родилась в девяносто первом году вот прям здесь полки стоят паутина кругом кругом одна паутина смотрите старые матрасы старая кровать одна вторую наверное уже вытащили ничего такого интересного тут нет я всегда хочу найти что-нибудь запретное в плане того что мало ли кто-то здесь что-то делал нехорошее вот вот едет какая-то машина много стрёмно что это за машина едет посмотрим открыты ли двери двери заколочены двери заколочены зачем заколачивать двери если все равно тут ничего нет мне это всегда интересует зачем это делать ну что дорогие друзья вот такой вот у нас был обзор по заброшенной туристической базе которая когда-то называлась на рачанка сейчас это все заброшено и рядом находится новый санаторий на рачанка а вот это все находится в таком вот аварийном состоянии заброшенном никому не нужным вот такие отголоски советского союза я прощаюсь с вами и отправляюсь гулять в лес всего хорошего и пока пока пока